Древний 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 DreamWorks Pictures представляет Совместная с Cobalt Media Group Фильм Вадима Перельмана Древний 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 Вы Кэти Никола? Да Это ваш дом? Дженнифер Конноли И Бен Кингсвей В фильме «Дом из песка и тумана» В фильме «Дом из песка и тумана» Продолжение следует... Продолжение следует... Мы смотрели в бесконечный простор перед нами. Но, к несчастью, вместе с деревьями рухнула и наша жизнь, когда аяталы вырвали душу у нашей прекрасной страны. Да. Ну ладно, хватит. Сегодняшний день не для стариков, а для молодых. За будущее. За нашу сурай. Пусть в женах она будет так же счастлива, как и в невестах. И кто знает, может быть, она не забудет своих бедных родителей и не лишит нас радости понянчиться с ее ребятишками. Пусть в женах она будет так же. Пусть в женах она будет так же. Он такой загорелый. Отставка пошла ему на пользу. Он сейчас работает в Боинге. Он не работает в Боинге. Мой сын работает в Боинге. Неизвестно, чем он сейчас занимается. Я люблю тебя. Ну все, закончили! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держусь. Я в порядке. В день по шажочку. Надеюсь, тебе это поможет. А как у вас дела? У Фрэнки все хорошо. Снова объявили его лучшим продавцом. Ты же знаешь своего брата. Его Лайза на седьмом месяце. Отлично. А как твоя половина? Хорошо. Он здесь. Спит. Спит? Мам, я очень устала. Мне пора идти. О, да, чуть не забыла. Твоя тетя Фрэнсис выиграла поездку в Рину. Мы выезжаем 18-го. Я решила заехать навестить тебя. Заехать? Да, через две недели. Ладно, хорошо. Ника только не будет. Он должен уехать. Опять? Надо же. Мне пора идти. Пока. Надеюсь, ты не начала курить? Пока. Потому что это очень вредно. Сейчас. Вы Катя Никола? Да. А что? Заходим. Катя Никола, в связи с неуплатой налогов по доходам, связанных с этой собственностью, округ обратился в суд за возмещением ущерба. Вас это не должно удивлять. Вы были заранее предупреждены. Мы посылали многочисленные уведомления. Завтра утром дом выставляется на аукцион. Аукцион? О чем вы говорите? Вы сошли с ума? Не курите в моем доме. Привет, Чак. Я вижу, ты мне звонил. Сегодня будет жаркий день. Стоит одеться полегче. Я скоро собраться. А я не собираюсь никуда идти. Нет, как обычно. Боюсь, что у вас нет выбора, мисс Никола. Вы можете взять личные вещи с собой. Собирайтесь. Слушайте, вы не можете выяснить меня. Я не должна платить никаких налогов с дохода. Ну ладно, я здесь больше не нужен. Заместитель шерифа поможет вам освободить недвижимость. У вас есть адвокат? Я даже уборщицу не могу себе позволить. Это номер отдела юридической помощи. Позвоните им. Вам просто надо съехать сегодня. Возможно, через неделю вы опять сюда вернетесь. А пока позвоните друзьям или родственникам. Поживите у них. Некому звонить. Знаете что? У меня есть знакомые грузчики в магазине. Брайан! Раздобудь большие коробки. Надо помочь женщине. Лестер. Лестер. Простите, вы куда? У меня здесь машина. Вы вчера уже спрашивали. У меня здесь машина. У меня здесь машина. У меня здесь машина. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Упал? Снова? Да? Помойся, не пачкай пол кровью. Можешь не волноваться. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Дом взыскан за неуплату налогов. В нем три спальни, одна ванная. Вдовья веранда увеличит его стоимость. Что значит вдовья веранда? Это площадка на крыше, откуда можно смотреть на океан. У нас есть время, можете осмотреть дом. Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... 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 До восемнадцатого, да? Возможно. Чёрт. Привет. Извините, я не хотел вас пугать. Не делайте так больше. У вас всё в порядке? Да, в порядке, а у вас? Нормально, хорошо. Работаете под прикрытием? Не понял. Нет, ну что вы. Я езжу домой этой дорогой. И решил узнать, как ваши дела. Они уже продали ваш дом? Дом принадлежит мне и брату. Отец перед смертью завещал она. Семья пока не в курсе. Мой адвокат пытается отменить сделку, а я стараюсь не думать о самом плохом. Дети есть, мистер Бартн? Двое. Зовите меня, Лёстер. А мой муж бросил меня месяц назад. Об этом никто не знает. Вы не против, если я дам вам совет? Нет. Действуйте через адвоката. А пока не стоит даже ездить мимо этого дома. Спасибо, что навестили меня. Не за что. Пока. Да, Кэти. Вот, возьмите. Это мой прямой номер в управлении. В основном я на патрулировании, но если что понадобится, все что угодно. Просто оставьте сообщение. Хорошо. Пока. Пока. Продолжение следует... Это похоже на наш сад в Исфагане. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Алло. Алло. Да. Ваша кредитка не прошла. Вы должны за два дня. Ради бога, простите. Знаете, я получу зарплату в пятницу. Может, вы подождете еще несколько дней? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Ну, самый дешевый способ построить террасу Это пустить лестницу снаружи Но окно все же придется перекрыть Я готов сделать это за тысячу А если везти через крышу, то это четыре Не хотелось бы перекрывать окно? Другого способа нет Тогда договорились Начинайте сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы что делаете? Простите? Какого черта вы тут делаете? Это мой дом! А вы кто? Это мой дом! Кто разрешил вам это делать? Вы миссис Бирани? Нет Нас нанял мистер Бирани Поговорите с ним О, черт! Черт! О, черт! Черт! Проклятие! Тихо! Не двигайтесь! Ого! Это ж надо! Тихо! Тихо! Сейчас! Осторожно! Извините, мы... Нам бы в ванную! Она наступила на дно! Мам! К нам пришли! Кто? Простите, мэм Можно промыть рану на ноге? Измаил, принеси пакет Быстро! Ладно Хорошо Одну минуту, пожалуйста Тихонько Садитесь! Спасибо! А вам делали прививку от столбника? Мне нехорошо Ну что? Промыли? Извините Исмаил, принеси бинт, пожалуйста Густрей! Я... Я же испачкаю полотенце Вот, это у меня для скейтборда Не бойтесь, я постирал Ну вот Ну вот Это наши семейные фотографии Спасибо Я должна идти Что произошло? Я скажу, что произошло Мой дом превратился в стройплощадку Вы там были? Да, была У собственного дома И напоролась на гвоздь Я истекала кровью, ожидая, пока чужой человек откроет мою дверь Кэти, вы же знаете, что вам нельзя было туда ездить Я хочу, чтобы они ушли А то они там себя чувствуют, как хозяева Как их фамилия? Беруни Бермини, что-то вроде этого Они из Ближнего Востока Гарри Да, Кони Напечатай и передай курьерской службе письмо Адресат мистер Бермини Адресат мистер Бермини Адресат мистер Бермини Нужно продать дом в наше время Главное найти покупателя Итак, у нас получается 174 тысячи Продажа без посредников Продажа без посредников Вид на океан Ты опоздал? Я не опоздал Я пришел сказать, что больше не вернусь на эту работу В конторе об этом знают? Нет А мне зачем говоришь? Это вам Сообщаем, что в подобных обстоятельствах Вы обязаны незамедлительно освободить дом Незамедлительно освободить дом Проклятие, сволочи, негодяи, черт Это мистер Бермини Мистер Бермини Моя фамилия Берани Полковник Масуд Амир Берани Я хочу поговорить с мистером Олджем Я Коню Олдж Это мой офис, полковник Прошу вас Я понимаю, вы в шоке от нашего письма Ситуация следующая Чиновники округа совершили ряд ошибок Они обложили мою клиентку налогом, который она не должна платить Дали ее выселили за неуплату И наконец ее дом выставили на аукцион, где вы его и купили И теперь этот дом мой Я заплатил за него наличными Вот документы Округ должен вернуть этот дом владельцу Я уверена, они выкупят его на самых выгодных для вас условиях Боюсь, они не смогут этого сделать Только одно условие является для меня выгодным Округ должен заплатить мне 174 тысячи долларов Мистер Берми, вы заплатили четверть этой суммы Сегодня цена дома такая Всего доброго Подождите С юридической точки зрения вы правы Но настоящая владелица сейчас живет в мотеле мистер Берани Ее вещи заперты на складе Почему она должна так жить, если у нее есть дом, который ни за что отобрали? Позвольте Потому что вы хотите на этом заработать? Здесь все не так просто Этот дом жизненно важен для меня и моей семьи Простите Но, боюсь, у меня нет выбора Время Вот так сюрприз. Хороший или плохой? Хороший. Хороший? Что с вашей ногой? Я была в своем бывшем доме. Там идет строительство. Да. Наступила на гвоздь. Спасибо, что взяли меня с собой. Ну, как вам Вальранчо? Я там больше не живу. Я остановилась в Боннавилле. А что это? Вы опираетесь на него. Я не пила три года, Лестер. О, простите. Надо было спросить. Я не знал. Ничего. Туман спустился. Десятый. Десятый. Сообщите, где вы находитесь. Прием. А вы позволите задать вам личный вопрос? Конечно. А что за вопрос? Почему вы расстались с мужем? Я хотела детей. Он не хотел детей. Мне кажется, если бы он любил меня, он хотел бы детей. Он просто дурак. Попробуем найти вам место для жилья. Ты помнишь, как красиво Каспийское море Исмаил? Вода, как стекло. Песок, как золото. Как здесь красиво. Басут, когда нам снова переезжать? Нескоро. Когда мы найдем покупателя, то попросим его подождать до осени. Ты хотела бы это? Я сделаю, как скажешь. Так вот, жил там этот коротышка. Бил все время свою жену. Она отказывалась подавать в суд. Приезжаем, а они вместе. У дверей, как Ромео и Джульетта. Рука в руке. А сама вся в жутких синяках. Как-то раз ночью получаем снова вызов. Я прошел тихо в коридор и подложил две дозы в их шкаф. Он недавно освободился. И загремел снова. Она счастлива. И я спал, как ребенок. Вы меня слушаете? Нет. Извините, я... Если честно, то меня отвлекает вино. Можно его убрать. Не надо. Уверены? Да. Знаете, похоже, что вы меня не совсем правильно поняли. С алкоголем у меня нет проблем. Вы же взрослая. За нас. С алкоголем. 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 Как зовут ваших детей? Нейт и Беттани. Нейту четыре, Беттани десять. А где живете? В Милборо. Там есть такой поселок. Паламино Мэдоуз. Это по дороге в торговый центр. Да, знаю, где это. Я мимо этого места ездила много раз. Может быть, и жену вашу видела. Кэрол. Да, Кэрол. Кэрол. Вы живете с ней хорошо? Я женился на лучшей подруге. Семь последних лет я ничего к ней не испытываю. Я могу только иногда поцеловать ее. Вот так мы и живем. А ваша жена? У нее все иначе. Ко мне не зайдешь? КОНЕЦ. 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 Благослови наш Аллах. КОНЕЦ. 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 Десять. О, Господи. Я уже должен быть дома. Жена наверняка звонила в управление и они спросили ее, как я себя чувствую. КОНЕЦ. 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 Что? Я скажу ей, что я чувствую. А что ты чувствуешь? Я нашел то, что искал. Ну, Кэти, плохие новости. Округ свое дело сделал, но новый хозяин не согласен на мировую. Он хочет в четыре раза больше, чем заплатил. Можно подать иск, но это будет толко. То есть, получается, что законно мой дом никак не вернешь? Было бы легче, если бы вы читали свою почту. Я не советую ждать чудес от правосудия. Я ни от кого не жду чудес. Я просто надеялась, что вы сделаете свою работу. Зачем я только пришла сюда, не знаю. Как видите, в доме замечательные комнаты. Внутри прохладно. Даже днем. А с верандой вы можете любоваться закатом. Туман в этом районе бывает редко. А когда дом освободится? Никак не раньше осени. Ведь нужно время, чтобы найти себе дом. Это нас устроит. Папа, опять эта девушка. Посмотри. Да. Она приехала за инструментами, которые забыл ее приятель Плотник. Я ее ждал. Минуточку, пожалуйста. Я рад, что вы заехали. Сюда, пожалуйста. Я покажу. Моя семья ничего не знает. Пусть так и останется. Похоже, что вы меня с кем-то путаете. Нет, я точно знаю, кто вы. Я Кэти Никола. Вы встречались с моим адвокатом, мистером Барони, но мне хотелось с вами поговорить. Моя фамилия Берани. Полковник Берани. Полковник Берани, простите. Слушайте, мой отец когда-то оставил это дом мне и моему брату. Расскажите, это налоговому управлению округа. Они допустили ошибку, а не я. Они сказали, что вернут вам деньги. Знаю, вы начали здесь что-то строить, а не заплатят вам за это. Простите, но я больше не собираюсь это обсуждать. Почему я должен страдать из-за чьих-то ошибок? Подайте на них иск и купите 10 таких домов. Я даже этот вам продам за хорошую цену. Большего мне не надо. Не знаю, где он оставил свои молодки. Все, разговор окончен. Пустите, пустите меня! Думаете, можно вселиться сюда, да еще и денег заработать? Это мой дом. Я жила здесь, а ты украл этот дом у меня, сукин ты сын! Этот дом краденый! Он продает вам краденый дом! КОНЕЦ Что ты сказал детям? Я сказал им правду. Когда отец бросил нас, я поклялся, что никогда так не сделаю. Что случилось? Мой адвокат ничего не смог. И я решила пойти туда. Он посмел до тебя дотронуться? Да ладно. Все в порядке. Нет, не в порядке. Он не имел на это права. Кто он такой? Полковник Берани. Берани? Откуда же он приехал? Понятия не имею. Похожая его жена почти не знает языка. Возможно, они здесь живут недавно. Может, они наших порядков не знают. Что ты делаешь? Хочу навестить его. Офицер должен выслушать офицера. Стоит попробовать. А если он не станет слушать? Придется заставить. Умеда! Умеда! Моя маленькая птичка! Моя птичка! Моя птичка! Добро пожаловать в наш новый дом! Участок уходит вниз? Это вложение в недвижимость. Помнишь, как наш второй дом на Каспии? Это вложение в дом. Проходите, проходите. Уже радовалась. Идем. Благодарим вас. Красивое место. Господи, ты посмотри на них. Украли у женщины дом и празднуют. Сволочи. Завидую вам, полковник. Вы каждый день любуетесь одним из чудес Аллаха. Идем. Идем. Присывает. Из-за них и обнатолله. КОНЕЦ Это вы повесили, сэр? Да. А в чем проблема, офицер? И у подножья холма тоже вы? Да. Пожалуйста, входите, офицер. Я не знал, что на расклейку объявлений требуется разрешение. На доме нет. А столб это общественная собственность. Очень хорошо. Я перевешу. Спасибо за информацию. Далеко же вы забрались от дома. Это мой дом. Я американский гражданин. Вы что, генерал? Я был полковником. Скажите, офицер, чем я могу быть вам полезен? Как вас зовут? Масут Амир Берани. А членов вашей семьи? Почему вы задаете столько вопросов? Как ваше имя, офицер? Помощник шерифа Джо Гонзалес. Можно спросить, полковник? Вы продаете дом от своего имени. Я не хочу вас обижать, офицер. Но у меня очень много дел. Прошу вас меня извинить. Статья 11.01. Да. Я все понял. Знаете, что я прямо сейчас готов снять эти объявления? Вами нарушен закон о прозрачности сделок. Владелец, собираясь продать что-либо из собственности, должен сообщать покупателям всю информацию. О чем идет речь? Так вы не поняли. Вы допрашиваете меня, мистер Гонзалес? Нет, нет, как можно. Это у вашего приятеля Шаха была такая привычка. Не знаю, о чем вы сейчас говорите, но с меня довольно. Вы свое дело сделали. Можете идти. Привыкли отдавать приказы, да? Но я не ваш подчиненный. Почему вы отказываетесь от предложений округа? Они проблем не хотят. Единственный, кто хочет больших неприятностей, это вы. Вы не хотите поступить как положено. То есть продать этот дом за те же деньги, что заплатили за него. Дом должны вернуть настоящему владельцу. Настоящему мистер Берани. Иначе не пойдет. Знаете, у меня есть связи в отделе иммиграции. Людей у нас депортируют каждый день. Я много чего могу сделать. Так что не вынуждайте меня использовать свои связи. Ну что? Знаешь, этот человек здесь явно не первый день. Думаю, ты права. Перепродавая конфискованную недвижимость, он на этом наживается. Я ему сказал, и он услышал. Надеюсь. И что теперь делать? Мы, кажется, с тобой бездомные. Знаешь, у моего друга есть домик здесь недалеко. Поживем там. Скажи, Берани, что этот офицер говорил о депортации? Он об этом не говорил. Не надо лгать мне, я слышала, кто это был. Скажи мне, Берани, молю тебя, что ты сделал? Тебя это не касается. Ты мне не веришь. Ты меня не уважаешь. Этот человек пришел сказать, чтобы я снял объявление. И все. Ты обманщик, лжец. Ты всегда мне лгал. Ты виноват в том, что нам пришлось бежать из Ирана. Твоя вина, что мы здесь. Мам. И твоих друзей из охранки. Мам, не надо. Таза-наза. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Знаешь, тут дело... Не в ней. Она хороший человек. Отличная мать. Ты ушел бы все равно? Это ведь не из-за меня? Да. Мне не хватает отца. Он очень хотел сохранить этот дом. Тридцать лет он платил за него, а я за восемь месяцев все испортила. Эй! Эй! Мы вернем твой дом. Скоро. Когда это случится, обещаю, я перевезу тебя сам. Поехали. 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 Мой сын, когда женишься, не следуй примеру своего отца. а не делай того, что я сделал вчера вечером. Уважай отца, посмотри на меня. Папа, ты служил в тайной полиции? Нет. Я только покупал истребителя для нашего шаха. Почему он сказал, что нас депортируют? Я не знаю. Мы американские граждане, это наш дом. Они ничего не сделают. Мне жалко эту девушку. У нее забрали дом, потому что она не платила налоги. Это случается, когда забываешь про свои обязанности, понятно? Не переживай. Американцы не заслуживают того, что имеют. Они ведут себя как дети, которые хотят, чтобы в их жизни были только радость, удовольствие, сплошные развлечения. Мы другие. Мы дорожим тем, что имеем, и благодарим Аллаха за все. И ты же знаешь, что я должен достать деньги на твою учебу. Я тоже могу пойти работать. Ах, Исмаил, я знаю. Знаю. Ты хороший сын. И быстро взрослеешь. У тебя доброе сердце. Скоро все кончится. Бабачан. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет. Успехов на работе. Скажи, почему ты разрушаешь семью? За что должны страдать дети? Что ты с ними делаешь? Извини, сейчас не время. А когда время? Ты же видишь, я спешу на работу. Перестань. Перестань. Ты что хочешь? Чтоб тебя арестовали? Хочешь меня арестовать? Давай же. Сделай это на глазах у детей. О, Боже. Папа, пожалуйста. Пожалуйста. О, Господи, я так не хотела. Не уходи. Пожалуйста, не уходи. У нас на службе такой человек не числится. Что еще на нем было? Может, что-то, что поможет его опознать. Понимаете? У нас сотни помощников шерифов. Большая звезда. Значок с двумя скрещенными стволами. И еще золотые буквы. ФТО. Я хочу показать вам несколько фотографий. Посмотрите на них. Да. Это он. Этот человек угрожал мне. Берден. Вы уверены, что это тот самый? Мои извинения, сэр. Этого больше не повторится. Привет. Ну как? Я здесь все вымыла. Что такое? Кэт, я должен заехать домой. Надо поехать домой. Постараться все объяснить Карл. На этой Беттане. Надо быть дома, когда они придут из школы. Ты трижды повторил слово дом. Но это же мой дом. До тех пор, пока мы не создадим новый. Ты вернешься? Через пару часов. Может, чуть больше. Если нет, я пойму. Я тебя не заслуживаю. Заслуживаешь. КОНЕЦ ЗАРОВИЧЕСКОЙ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Черт, черт, черт. Папа, мне надо сходить. Пожалуйста. Твоя мать не будет смотреть. Исмаил, я хочу, чтобы ты притворился, что боишься этого человека. Делай все, что он говорит. Почему? Без своего оружия он ничто, он слаб. Он очень испуган, а испуганный человек опасен. Мы же с тобой в своем сердце останемся львами. Понимаешь? Ты здесь? Я здесь. Сэр, сэр, выпустите нас, мы хотим есть. Что там такое? Я запер их в ванной. Что? Это ужасно, Лес? Нет, ужасно то, что ты пыталась покончить с собой. Из-за чего? Я думала, ты уже не вернешься. А я вернулся. Ты правда хотела умереть? Я просто не знала, что делать. Вы оттуда выйдете, когда согласитесь позвонить в округ. Сэр. 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 Можно поговорить с вами? Что? Пожалуйста, откройте дверь. Я хочу поговорить с вами лично. Я думаю, у меня есть приемлемое решение. Мы пойдем в правительственное учреждение, я подпишу все необходимые документы для передачи дома. Они выпишут мне чек на 45 тысяч. Этот чек я передам вашей девушке. А она перепишет этот дом на меня. Вы это сделаете? Я это сделаю. Подождите. Как нельзя, Лес? Я думаю, все может получиться. Он вернет дом округу. Когда получит чек, отдаст нам. А ты перепишешь дом ему обратно. Это нехорошо. Так нельзя поступать. Почему нехорошо? Ты получишь за дом деньги, а он получит то, что хочет. Вполне нормальная ситуация. Ничего здесь такого нет. Просто давай уйдем. Пожалуйста, давай уйдем. Катя, эти деньги нам нужны. Начнем все заново. Это наш единственный шанс. Он этого не допустит. Ладно. Оставь ключи и делай, что обещал. Твой сын останется со мной. Если задержишься, нас с Ашмайелем здесь не будет. Мы же с вами договорились обо всем. Нет. Я ничего не буду делать без моего сына. Ничего. Черт. Ладно. Тогда пошли. Мистер Бендер. Мистер Бендер. Мистер Бендер. Сэр. Вы заняты. Я многому у вас научился. Спасибо. Я хотел вас поблагодарить. Да. Очень приятно это слышать. Удачи тебе, Брайан. Мистер Бендер. Меня зовут Исмаил. Не Исмаэль. Ассарам. Ассарам! Помогите! Кто-нибудь! Исмаил, не надо. Брось оружие! Сейчас же! Брось! Стойте! Не спичер. Сройство нужна медицинская помощь. Нет! У нас подозреваемый ранен от... Нет! Госпиталь! Чего? Скорую! Или он истечет кровью? Скорую! Вызовите скорую! Скорая! Сэр! Сэр, положите его! Я хочу своего сына! Я хочу своего сына! Я хочу своего сына! Я хочу только своего сына! Я хочу своего сына! Я хочу только своего сына! Отместите, сэр. Идемте, сэр. Это он? Это он сделал? Я убью тебя! Убью! Идемте, идемте. Убью! Скорей! Мой сын! Я здесь! Мой сын! Я здесь! Мой сын! Я здесь! Мой сын! Я здесь! Мой сын! Как ваше имя, сэр? Что? Как ваше имя? Мне очень жаль, что все так получилось. У меня болит голова. Пожалуйста, извините меня. Мне надо видеть моего сына. Берден все подтвердил. Мистер Берони, вы свободны. Вы имеете юридическое право подать в суд на Бердена. Прошу, я хочу видеть своего сына. Он в больнице святого Винсента. Это в трех кварталах отсюда. Мы дадим вам сопровождение. Я хочу своего сына. Я хочу своего сына. Я хочу своего сына. Я хочу только своего сына. Я хочу только своего сына. Где мой сын? 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 Я должен видеть своего сына. Я знаю, он здесь. Его имя? Как его имя, сэр? Берони. Исмаил? Он в травматологии. Подождите в зале. Господи, не забирай моего сына. Вот мой обед. Услышь мой обед. Ты примирила. Я раздам все тем, кому меньше повезло. Да, я возмещу все покалеченной птице. Я верну дом этой женщине, Кэти Николу. Я все сделаю. Прошу тебя, Господи. Только спаси моего сына. Еще и отдам ей все свои деньги. Прошу тебя. Я даю обед ради своего сына. Прошу, спаси моего сына. Я сделаю. Все, на что будет твоя воля. Я куплю 10 килограммов лучших семян. И найду американскую мечеть. Я буду кормить птиц вокруг нее. Я дам им сесть на меня и выклевать мне глаза. Пожалуйста, Господи, услышь меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дома Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok